Всем привет! Привет! Мы сейчас с Кариночкой едем на день рождения к моей подружке. Она живет в Симферополе, но здесь у меня квартира в Екатуре. Приехала на несколько дней отдохнуть и отпраздновать здесь свой день рождения. В том году у меня не получилось к ней попасть, мы когда-то уехали уже, у нас была запланированная поездка. Вчера она мне позвонила, она говорит, ничего не знаю, что бы ты там ни планировала, я тебя обязательно жду. Ну и вот, и едем с Кариночкой. День рождения будет на пляже Родничок, вообще летом очень удобно, так дни рождения устраивать на пляже. Кристика уже едет домой, сейчас сестренка за ней приедет, и она поедет к ней в гости к Селемухе. Да, она уже наплавалась, все-таки вот дает метеопропускные ленточки. Пляж Родничок. Ну, чтобы тебя опустили в туалет, в душ, если надо. На, забирай, Кирюша. Отклеивается? Как раз Кирюха здесь недалеко тренируется. Сейчас Леша за ней заедет. Отклеивается? Чуть-чуть все аккуратно, можешь так отклеить, у них еще много таких наклеечек. Доброе утро. Доброе утро. Крошкой Каме. Крошкой Каме. Тут и полотенце внутри все. Я ей кусочком вот такими нарезала. Вот что она с ним делает, она вытаскивает отсюда ниточки. Хулиганка ты, как ты спала? Как ты спала, красотка? Мамина девочка. Она в топике и в трусиках, поэтому полностью ее не снимаю. Мамина девочка, мамина крошечка. Мама ее обнимает. Целует эта крошка. Сладкая девочка, да? Сладкая, загорелая девочка. Крошка. Всем доброго и бодрого утра. Сегодня действительно у нас прекраснейшее просто утро. Камилка спала хорошо. Я ее обнимала, целовала. Это такой кайф, когда она дает себя обнимать, целовать. Спала она до девяти утра, но я вместе с ней. И это просто кайф. Кайф, когда она не вскакивает и не начинает орать, и грызть руки, а просто просыпается и улыбается. Это просто крутяк такой, когда у нее настроение хорошее. Это просто кайф. Я проснулась, и у нее вот эти глазки, и у нее улыбка такая заряжающая. Целуешь ее, и она в ответ улыбается. Такая радость. Я думаю, что у меня поймут те мамы, да, у которых то же самое было, что и с нашим ребенком, когда только открываешь глаза, и это где-то пять-шесть утра такой вот, да, ведь она еще встает с утра, и начинает грызть, орать. Ну и состояние, понимаете, да, самой мамы. И тогда, когда она вот такая, как сейчас. И еще плюс бонусом к моему хорошему настроению, муж с утра принес мне часчику кофе в постель, полежала с нами, мы поговорили, и Камилочка никуда не убегала, улыбалась, лежала. Это вообще просто кайф. После вчера вечером позвонила подруга, говорит, она живет в Симферополе, я тебя жду. Я приехала в Евпаторию, завтра у меня день рождения. Говорю, хорошо. Вчера я целый день думала, идти, не идти. Думаю, лучше отвезти Камилку на пляж, чем я вот пойду отдыхать, а мой ребенок не поедет на пляж. А мне муж говорит, слушай, хватит уже, иди и развейся. Он уже начал чувствовать, и это немаловажно, да, когда вот у меня вот эта вот грань, через которую нельзя действительно мне самой уже переходить. Я вот мозгами понимаю, что мне лучше пойти и развеяться, а сердце говорит о том, что нужно лучше ребенка повезти на пляж. В общем, они меня убедили с мамой, чтобы я пошла. И я пошла, и мне секундочки не пожалела. Я знала только Олю и супруга, остальных людей я не знала. Вот такая компания веселая попалась. Вообще просто круто. Мы поговорили, поржали, пообщались, поели вкусный шашлык и попила очень вкусное вино. Это обычное вино в бутылках. Они перелили в пятилитровые баклажки, добавили туда киви, яблоки, грушу и минералку. Охладили, и это так вкусно. Никогда так не делала, никогда так не пробовала. Но вчера попробовала, и это просто кайф. И это на берегу моря, в бунгало. Вау, просто вау. Я вот по-другому, скажем так, вкусила вкус жизни. Знаете, у меня был момент в жизни, ну, я думаю, что каждый человек учится на своих ошибках первое. И каждый человек должен каждый момент в жизни своей пережить так, как ему вот хочется. Вот у меня был момент в жизни, когда я вот с обычными мамами, мне казалось, я не буду встречаться так, как им со мной не по пути. Мне неинтересно с ними общаться. Это было, когда вот такая мелочь, что-то начиналось. Я замкнулась, разговаривала только о болезни, о врачах. А вот обо всем, обо всем, обо всем. Я поняла, что у меня сейчас такой поток информации по этому всему. Спасибо огромное, кто дает дельные советы. Огромное спасибо. Но вот у меня эта информация поняла, да, что она не переваривается и не остается. Она у меня вылетает. В одного ухо залетает, в другого вылетает. Это от переизбытка информации. И я поняла, что мне нужно развлечься. Мне нужно развлечься. Развлечься я могу только вот с теми, кто не в этой теме. Я сейчас начала искать такое вот общение, да, и мне вот прям хочется. Вот просто на нейтральные темы мы разговаривали. Вот мы знаем, я знаю только Олю и ее мужа. И с другими мы находили темы, на которые общаться, ржали. Вот просто мой мозг отдохнул. Отстанавливает, он отдохнул. И теперь я готова к новому чему-то. У кого-то улетел попугайчик. Я его боюсь пугнуть. Я бы открыла окно. Ну, вот это вот сейчас попробую. Может залетит, и я выставила бы пост нашей евпаторийской группе. Может чей-то? Ну, явно чей-то улетел. Какой красивенький, желтенький. Ай! Что теперь делать? В общем, открыла я окно, попугайчик залетел. А я боюсь теперь, я все боюсь. Смотрите, какой хорошенький. Попугайчик, как у себя дома живет прям. Смотрите, какую вкусняшку принесла мама. Я обожаю. Готовлю редко, потому что мои не едят, а у мамы она и очень едят. И они готовят довольно-таки часто. Боже, какой аромат вкусный. Сделала себе кофе. Здесь у меня лепешка горячая. Вот сейчас буду наслаждаться. Вкуснотища. Три девицы. Маша, а ты Камилу помнишь маленькую? Да, помню, помню. Я помню, как я ее с днём рождения поздравляла. Как? Да, да, да. А помнишь, как она к тебе на день рождения ходила, когда у тебя было три годика в корейский дворик? Я не помню. Ну, конечно, три годика помню. Нет, не помню. Я тоже в этапа ходила. И знаешь, что? Я помню, как мы там были ходить в годы четыре. И знаешь, что? Мы стулья переворачивали. А я не помню. Это ты с Мишей. Маша была всегда спокойным ребенком. Это ты с Мишей была такой взбудораженной. В общем, Карина у тети Насты в магазине. Это у Машины мамы взяла вот такую вот жилетку. Все, кто живут в Евпатории, советую. Магазин Солнышко на рынке Универсал. Классная жилетка. Стильная, модная. Они сейчас в тренде. Я сегодня у тети Насте сказала, что я тоже хочу такую жилетку. Так что, Настюха. Жду свою жилеточку. Кстати, на вал Берес они стоят небюджетно. А вот у нее в магазине, по-моему, она говорила 650 рублей. Если не ошибались. Твоя Камила? Да! А ты говорит, да-да! Ками, Ками, ну... Маша, а попросили отдать ей руку? Да, Камила, дай мне. А Кирилл пошла на свою любимую лоджию. Свою любимую лоджию. Лоджия? Угу. Как сегодня Кирилл прочитал? Слан, а не слон, да? Слан. Кстати, Камилка начала что-то болтать. Она уже начала говорить, да. Ну, раньше говорила, мама, да. Папа, деду. Вот так вот ей диванчик нравится. Умничка. Осваивается. Это мой диванчик. Ну, что ты на ней упишла? А ты? Что ты на ней упишла? Что? Маша вся в зелёнке. Как-то перед первым сентябрём они ещё были маленькие. Маша, Карина, Миша упали. У них вот троих вот такие вот были коленки. Во второй класс, да, вы пошли? Да, во второй. Во второй или в третий? Во второй. По-моему, во второй. И у них вот троих вот такие вот были коленки. Ладно, Миша, он пацан, а эти две девочки. И перед первым сентябрём у неё всегда сбитые коленки. У Камилы самые длинные волосы, да, из вас троих? Ну, конечно, она их отращиващая. Отращиващая. А дай мы погрежем вот так волосы подкарать. Ты мне уже нравится. Камил, скажи, да-да-да-да. Скажи, да-да-да-да. Погрежьте вот так солнце. Кончик я тебе, да, на растемье волосиков? Да. У Камилы раньше было так мало волос, что они такие густые, так много. У неё раньше, да, у неё даже хвостики не могли сделать. Пимпа? Пимпа. Кстати, а напишите, похожи они или нет? Камилу, я тебе дарю Камилу. Камилу, я тебе дарю Камилу? Ладно, Маш, я тебе дарю Машу. Не-не-не, я её здесь не сняла. Ах, давай поговорим с тобой. Мама мой Камилу подарила, ты у меня с вами сужи. Вместо Камилы, да мне с твоей мамой нормально. Ах, ты не даёшь, ты мне ничего не даёшь. А, кстати, Камила, к тетя Настя спокойно ходит. Ага, её не так ссорят. Камила? А, а. Ну да, делаем тебе здесь ремонт, Маша будет к нам с ночёвками, да, как раз зимой приходить. Мы думали, чтобы она на моей дыре осталась у меня с ночёвками. Да! Вот так. Она вот так сейчас много часов так начала делать. Камиль? Нет, 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 нет. Руку, руку, Карин, убирай. Камиль? Нет, 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 нет. Карина, ты помнишь, как столик есть с ночёвками? Стульчик Хэллоу Китти, вы напротив друг друга сидели, кушали. Ага, понял. А я знаю, какой ещё был стульчик? Там вот этот зеркало большинка. Да, косметический типа, детский. Ага, ну да я так кушала супчик. А Камила я так кушала на кровати. Ну, как же, любого можно, а мне нельзя. Да, Ками? Аферистка. Продуряется Ками. Смотри, мама. Что ей плохо. Проверяет нас. Испытывает на прочность. Ты только зайку туда положи, потому что Камила её достанет и разгрызёт своего зайчика. Поэтому пока положи туда, где на место. А свинка будет со мной? На свинка, пусть это, кстати, Камилкина свинка. Она раньше вообще пёрлась по мультику «Свинка Пеппа», и вот мы ей покупали различных героев «Свинки Пеппа». Ты хотела мамку-свинку купить. У нас, по-моему, папа-свин, да, или кто? Или Джордж? Нет, папа-свин. И Джордж был маленький. Папа из Башкирии привозил. Ага. А ещё у нас была мама-свинка. Вот у нас все привозили. А по-моему, она мама-свинку Настя дарила, Машина мама. А ещё у нас, знаешь что? Машина мама, знаешь, что подарила мне? Кузю вот этого. Знаешь Кузю из мультика? Да, да, да. Кузю ещё кого-то, да? И Милу, по-моему. И Лунтика у него. А, Лунтик, да, ещё было. И у Маши. И у тебя, Маша, где твои такие игрушки? Я не помню. У вас много было одинаковых игрушек. Я не помню. Вспоминай. Она вообще ещё не помнит. Я помню. Она помнит такой, что... Что, рыбка, Маша? А что вчера была? Сколько хочешь? Кстати, Маша идёт в детский класс. Она будет теперь ходить в форме, в красивой. Поэтому учись! Тик. Нет. Карина, и тебе тоже это касается. Не, Ма. Я уже умра. Вот иди тоже в детский класс. А, не, 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 не. Во, класс, очень круто. Маша идёт у нас в детский класс. 1 сентября мы пойдём с Машей фотографировать. Она будет в красивой форме. Белых перчатках. Белых перчатках. А я тоже делаю перчатки. Это не для маникюра, ну ладно. Да нет. А там... Да нет, это обычно маникюрные перчатки. У тебя они такие, у тебя они тоненькие, такие классные. А у меня такие толстые. Ты что, Маша попадёт в детский класс? Маша. Маша, ты ждёшь 1 сентября? Нет, я хочу. Это ты вообще ждёшь. Карина ждёт. Дай-ка. Ты ещё ждёшь 1 сентября. Нет, я просто хочу хвастаться своей новой одеждой. Хвастунья. А я хочу себе красивые ручки. Да, Камила? Камила тоже такой красивый ручки. Лови. Камила вообще кружится. Ветела Камила. А я иду на пункт выдачи Валберез. Сейчас лучше ходить в дневное время, потому что вечером после работы здесь очереди. Прям на улицу. И очень-очень много людей. Там себе заказывала костюмчик. Потом пришёл. Сейчас пойду померю. В Валберез заказала такие вот хлебцы. Мне очень нравятся хлебцы бренда Dr. Corner. Хлебцы с карамелью. Хрустящие, вкусные, без сахара. Здесь вот прямо написано, что они без сахара. Очень вкусные. Беру их с собой на прогулки. Вместо печенья с собой в дорогу. Ну и у меня дети любят с такими хлебцами пить чаёк. И ещё я решила себя побаловать. Сейчас сезон скидок летних вещей. Очень выгодно сейчас именно по скидкам, по хорошим брать вещи. Мне очень понравился. В этом году себе взяла костюм. Такая вот футболка и шортики. В прошлом году у меня был костюм. Я себе брала футболку и толстовку с длинными рукавами. Но я на осень брала. Очень удобно тоже. Но в этом году я для себя открыла вот такой вот комплект. Раньше никогда такие вещи не носила. И мне очень нравится. Очень удобно. И сейчас вот бренд Деника. Это недорогой бренд, но очень качественно шьют. Хорошие скидки на эти костюмы по 1500 рублей. Их можно купить со скидкой. И это очень удобно. Тебе не надо подбирать ни верх, ни низ. Всё вот так вот в комплекте. Очень круто сочетается. Ну и цена очень хорошая. И качество просто суперское. Все швы хорошо прошиты. Стильно смотрятся. Сейчас это всё кину стираться.